Ребята, всем привет! Давненький на канале Жиз не было каких-то мощных разрушений, не было какого-то эпика. Ребята, пора это исправлять. Сегодня мы с Пасадом снимаем просто мощнейший видеоролик. Мы будем строить настоящие щиты. Настоящие средневековые щиты. Ну, может быть и современные, но самое главное это то, что делать мы будем это на определенный бюджет. На 10 баксов. Сразу на Максу-то указываю, у него будет 10. На 50 и на 100. Или на 50 и 100, можно и так. А, ну справедливо я считаю. И самое-самое главное, что после постройки наших щитов мы их конкретно протестируем. Сделаем настоящий мощный краш-тест. Я предлагаю, пацаны, нам сейчас без лишних слов перейти к жеребьевке, а вам, зрители, без лишних слов спуститься вниз и поставить свой царский лайк. Хотя бы за эпичный видос. Реально давно не было. Давайте накидаем больше лайков. Чтобы вы понимали, что иногда такие ролики обязательно нужны. Пацаны, у нас есть три вот таких вот шарика. Внутри каждого шарика находится бумажка. 10 долларов, 50 долларов и 100 долларов. Где что, мы не знаем, потому что нам это делал вон тот телепус маленький. Че, скинемся? Кто феру кидает? Да давай ты. Нет, давайте скинем. Нет, я не хочу, чтобы он первый. Я слишком часто видел парню. Давайте. Раз, два, три. Да ем. Да, да, я. Может, это можно было и не скидывать. Давай. Раз, два, три. Пацаны, вы заметили, что в камене дождь блога написано про игры? Ну, постоянно. Как-то тебе не особо везет на эту тему. Понятно. Закончили. Следующая попытка Максудина. До денег, Игорь. Ты без бюджета сегодня. Да. Я предлагаю, еще раз промажешь, идешь без денег, понял? Давай за каждый промок, чтобы поджог не было. Давай, нет. Я наготовлю. Я уже выбрал шарик, блин, мне надо попасть. Ура! А что, отлетел, вы дали? Давай. Давай. Что там? Мне повезло! Я! Нет! В пироге этого так долго старался. Да? Хорош. Так, Роме досталось 10 баксов. Каловая. Максуда, мое уважение. Спасибо. Либо 50, либо 100. Так, ну давай. Так, красный или зеленый? Красный это постоянное наказание, зеленый это какой-то бонус. Но скорее всего, Русс нас обманул. Умор просто подруга. Мне кажется, Русс просто на пофиг положил. Там не было логики. Нормально. Но средняк, хорошо. Опа! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Задвигался, Дем? Вау! Дурай, блин. 100 долларов! Давай, давай, похвастайся, что там сейчас. Сюда. Дем. Теперь нам пора ехать в магазин. За суточку можно такой неплохой сделать. У меня уже есть одна задумочка интересная. Ну, у меня нету. Я буду думать на ходу сейчас. Короче, пацаны, погнали в магаз. Выбираем, строим и начинаем разрушать. Все, вперед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, наконец-то мы построили эти поделки. Как в детском саду прям поделка. И с пластилином. И с пластилином. Вот она. Мама, смотри, я сделал. В общем, сейчас на своем экране вы можете конкретно разглядеть до мельчайших деталей. У кого настоящий щит, а у кого просто щит. Товарищ монтажер, можешь, пожалуйста, визуализировать рафлямы? Щит. Дерьмо. В общем, ребят, смотрите, это щит у нас за 10 баксов. Это у нас какая-то нереальная штука, колесо. Максу-то колесо с колесницы сорвал. Короче, эта штука за 50 баксов. И вот эта вот штука у нас идет уже за 100 баксов. Наши щиты, кстати, очень-очень разные, абсолютно. Один картонный, второй деревянный, третий металл. Металл, 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 металл. Перед тем, как мы конкретно расскажем, что мы сделали и для чего мы сделали, я хочу вам кое-что рассказать, ребят. Мы с пацанами приблизились к цифре в 4 миллиона подписчиков. Делаем все, что в наших силах, чтобы эта цифра наступила как можно быстрее. Даже несмотря на ситуацию с монетизацией, ролики все равно выходят и выходят достаточно часто. Поэтому я тебя очень прошу, пожалуйста, помоги нам добиться этой цифры. Спустись вниз и нажми на красную кнопочку подписаться. Ну а если ты уже подписан, пожалуйста, поделись этим видеороликом. Скини вот друзьям, одному, второму, третьему, скини одноклассникам. Покажи своим родителям, может быть, они тоже подпишутся. Поверь, мы снимаем ролики реально от души и взамен просим лишь нажатие на кнопочку. И все, помоги нам. Ну а мы не оставим тебя без контента. 10 баксов. Несмотря на все эти дешевые насмешки и материал. Я обожаю, когда ты сам себя подкалываешь, красавчик. Хочу сказать вам одно. Когда мы делали броню для тела, я делаю ее из культона, если вы забыли. Броня тогда была самый крепкий. Кстати, если вы тоже забыли, что это за видос? Он вот. На пальчик. На пальчики кручу, смотрите. Ну да ладно. В общем, вот вам щит. Так, ну-ка, сядь-ка за него. Опа. Это, знаешь, похоже на коробку вот этого. Отстирали. Уровень защиты довольно-таки серьезный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь картона. Ручки, кстати, у меня вот такие. Бюджет 10 долларов. Короче, подожди. Ты не боишься, что они у тебя тормутся? Боюсь. Ну, пока держу, короче. Нормально. Можно даже как перчатку использовать. Ну, говори, что в суде тоже. Так, ну что, давайте я вам покажу щит за 50 долларов. Я почему не могу воспринимать слово щит адекватно? Почему я постоянно смеюсь? В общем, за основу у меня взята фанерка толщиной полтора миллиметра. Здесь у меня прослойка из поролона для того, чтобы он мягко принимал на себя удар и мне не отдавало в руку. Крепится это все вот таким вот образом. Ну, и в качестве декорации, возможно, какой-то дополнительной защиты. У меня здесь вот так в круг расположены уголки и по центру пильный диск. Какую роль он играет, я пока не знаю, но возможно. Чтобы потом можно было распилить на дровах. Так, ну, в принципе, это все. Я думаю, что это хороший претендент на победу. Мне кажется, из всех трех вот эта штука выглядит самая круто. Какой-то средневековый щит реально. Ах, да, а минус. Средневековый щит. О минусах этого щита он крайне тяжелый. Он прям очень тяжелый. Хотите попробовать? Нет. Ну ладно. Твой тяжелый щит мы не хотим трогать. Ладно, давайте перейдем в модерн хаус. Это здесь. Современный щит, который напоминает стол. И вы будете абсолютно правы. Представляете, вы такие защищаетесь. Проходит немного времени. Вы такие, опа, а можно и перекусить. Чит. Нормально. Кто хочет чьем и попить. Сел, бутербродики покушал. Опа. Чувствуешь? Кипыш начинается. Раз. Ух ты. И прогнал. Вот он. Понял? Нормально. Чит. Выглядит эффектно довольно. Я не знаю по прочности, потому что здесь хоть и металл, это алюминий. Я знаю точно, что, допустим, если взять какую-нибудь стрелу, какой-нибудь лук, или же, допустим, не дай бог, это будет арбалет, просто на вылет это все будет пролетать. Да, ну, если взять арбалет, то, скорее всего, и здесь это будет на вылет пролетать. Ну, не факт. Не факт. Не факт. Короче, по внешке мне очень нравится. Внутри это все выглядит вот так. Крепеж для руки, болты, ну и, собственно, все. Мне кажется, от чего-то мелкого, по типу, там, дротиков, ножей, не знаю, там, кувалды, молотка, топора, эта штука 100% защитит. Если брать что-то серьезное, тут я уже под вопросом, не знаю. Мы для этого сегодня и собрались. Но мне вот эта штука нравится больше. Мне тоже, я с радостью. Два стола стоили достаточно много. Короче, не знаю, правильно я сделал или нет, но скоро узнаем. Предлагаю без лишних слов начать тестировать, посмотрим, что будет. Погнали. Но мы начнем не сразу разбивать, а мы попробуем при помощи этих щитов защитить себя. Я думаю, мало кто понимает. Погнали, пацаны. Первое испытание выше балла. Так, ну что, ребят, первое лайтовое испытание для наших щитов. У нас есть первый участник, это Рома. У него 10 баксов, поэтому, собственно, и первый. А также вот такое вот количество мячей. Сейчас Рома встает к вот этой стеночке и пытается максимально защитить свое лицо, свое тело, свои ноги и так далее. Короче, два из задачи не сколько уворачиваться, сколько именно защищаться щитом. Наша задача с Максутой закидывать его мячами. Кидать мы будем до тех пор, пока не скидаем все мячики. Максут, если что-то обратно слетает, его не трогаем. Хорошо, куда. Ну, если вдруг ты забыл, можешь кинуть еще. Давайте, чтобы по чесноку было, мы по этой линии будем дать. Окей. Давай. Раз, два, три. Нигда себе! Аня! Холодный! Сюда! Раз, мимо! Вполне адекватно! Опа! С такими бросками, ребят! Вам не удастся! Все! Я, клянусь, я был уверен, что вот первый удар и она просто туда войдет. Нормально? Я думал, у тебя как-нибудь ему ручки отвалили. Нет, это было очень весело на самом деле. Прикольно. Первым испытанием Ромин щит справился просто на ура. Вот вроде фигня фигню, а просто выиграет и все. Так, ну что, вторую часть них за 50 баксов. Макс, у тебя готов? Раз, два, три. Легко! По ноге! По ногам бей! Давай-давай-давай! Придет! По-моему, вообще без шанса. Ну что, это почувствовал вообще, нет? Да, то, что он очень тяжелый. Когда ты попал мячиком сюда, его начало заводить, и он чуть не снес на лицо. Нормально. Я думаю, что вот сейчас пока что преимущество именно у Ромы. Потому что он легкий, маневренный, он большой, чик-чик-чик. Это штука тяжелая, пока что. Это пока что. Переходим к моему счету за 100 баксов. Так. Чик. Трансформер готов. А если я вот так просто сяду? Давай! Мы тогда будем кидать стенку со скоком, чтобы тебя по затылку бьет. Ладно. Нормально? Ну, пойдет. Раз, два, три. У-у-у! Нормально! Давай! Попа! 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 Нормально! Я устал кидать. Так. Покажу вам кое-что. Это отдача типа? Это вот здесь, смотрите, прикол. Вот так вот берешь. Рука не совсем плотно прижимается. Я туда, я просто по руке себе получал. Особенно, когда кто-то кидал прям вот сюда. Если вот так вот взять. А, что ты хочешь сделать? Не знаю. Чик-чик-чик. Так было бы удобнее. Если сравнивать три наших счета, Максутин, Ромин и мой. У Ромы есть огромный плюс в том, что он легкий и он запросто удерживает мечи. То есть, по факту, картон это очень хорошая защита. У Максуты очень прочный, очень хороший щит, но он тяжелый. У меня он намного легче и он маневреннее. Но я отбиваюсь и руку, поэтому небольшой минус есть. Предлагаю перейти к следующему испытанию. У нас есть ведро, в котором находится 15 шариков с водой. Сейчас также первый участник встанет на пластеночке, а мы с Максутой будем его закидывать шариками. Здесь смысл не в том, чтобы нанести урон там. Нет, здесь дело в другом. Здесь дело именно в воде. Посмотрим, какая реакция будет на воду у наших щитов. Ром, ты готов? Это полная роба. Ну, я готов. Раз, два, три. Спасибо. Спасибо, пацаны. Вот это проверка моего затылка на воду. Ой, хорошие какие следы остаются. Так, давайте посмотрим, что здесь. Здесь под размок, но я думаю, что это только первый слой. Да? Да. Вот тут-то сухенько. Ну, пока что делать выводы рано, насколько у Ромы хорошо или плохо, но от воды его защитил щит. Но как надолго? И чтобы забил щитом, мы пока не знаем. А потом переходим ко второму участнику. То, что мой щит пройдет это испытание, я в этом уверен на 100%. А уверен ли ты в том, что мы не попадем тебе по лицу? Я в этом никогда не уверен. Даже когда мы не снимаем ролик. Раз, два, три. Хорошо. Хорошо. Немножко заберем. Давай. Хорошая работа. Вот, опять же, ты к минус щита Максу, потому что у него маленький щит. Смотри, один ты пропустил, получается, я немножко срезала голову. Второй в пузо и третий в ногу был. Нет, в принципе, не было. Но щит целый, и это хорошо. Переходим к третьему участнику. Так, ну что, ребят, я, в принципе, уверен в своем щите, потому что... Ну, потому что вот, ну, посмотрите. С мячиком было достаточно болезненно по рукам. Сейчас, я думаю, я даже ничего не почувствую, пацаны. Так что кидайте в полную силу. Стопись в парапонент. Раз, два, три. А, что это было? Давай! Пойдет, все. Есть момент интересный. У меня щит из двух столов сделан, вот он. И здесь есть вот этот фрагментик, откуда нормально так выливалась вода. Я так еще, получается, нырял под него. У меня как раз глаза были на уровне этой, у меня примерно как раз так... В принципе, щит себя зарекомендовал очень хорошо. Я справился, я держал спокойненько, тык-тык-тык. Удары я особо не чувствовал, хотя вот последний даже рус офигел. Был удар настолько мощный, что я такой держу. БАМ! Я такой думал, офигеть, это что? По факту со вторым испытанием справились тоже все щиты. Поэтому, мне кажется, каждому можно поставить спокойно балл. Один, один, один. Ну, образно. Погнали дальше. Испытание номер три. Краш-тест. Так что, ребят, пора перейти, мне кажется, к настоящим разрушениям. Мы же здесь за этим собрались. Собственно, мы с пацанами подготовили вот такой вот список различных орудий. Здесь есть лук с двумя видами стрел, острая и просто какая-то тупая. Тупая. Мачете, кирка, клюшка с шайбой, метательные ножи, рогатка с пульками от пинбола, копье, а также кувалда. Посмотрим, насколько продержатся наши щиты. Но я думаю, что нужно сделать самое главное, пацаны. Если мы будем разрушать каждый свой щит, это не объективно. Да. Ну, ты такой, знаешь, нам слабо кину. Жалеть будем. Да, жалеть, специально не попадать и так далее. Это не честно. Я предлагаю поменяться щитами. Короче, допустим, типа, я разрушаю Ромину, Рома разрушает Максудин, Максудин разрушает мой. Если Максуда кидает в мой щит и промахивается, это его проблема. Он дал мне фору. Наша цель разрушить щит как можно жестче и как можно сильнее. Это понятно, да? Да. Нам нужно решить, кто человек будет разбивать. Как будем решать? Колесо фортуны, КМН, шарики и что можно? Я думаю, просто. Давайте как-то решим. Как стоим. Вот как стоим. Давайте я буду бить твой, ты будешь Ромин, а Рома мой. Так. Я за. Мне нравится. Погнали? Погнали. Первое орудие, с которого мы начнем, это рогатка с шариками. Возникает вопрос, а почему не рогатка с металлическими шариками? Ну, потому что это лайт. Нужно начинать с чего-то простого, поэтому начнем с 10 баксов и будем идти по возрастающей. 10 баксов, 50 баксов и 100 баксов. Логично, да? Значит, я первый начинаю. Каждый из нас делает по три выстрела. Посмотрим, выдержат ли наши щиты. Готовы? Давай, стреляй. Ром, вставай. Легко. Легко? Легко пробьет. Вау. Нормально? Ну, допустим, хорошо, не пробило. Картонная, это, конечно, сильный. Он отскочил. Давайте второй. Что за фигня? Нет. Картонная защита. И третий. Если вы не понимаете, что мы ожидали, я вам покажу кое-что. Иди сюда. Смотри. Насквозь пробивает. Нет. Коробку тоже пробивает насквозь. Коробку, да. Но вот слой Ромин не пробило. Получается, Рома справляется с первым испытанием. Красава. Покрасить держи? Да. Ну, это, блин. Это мощный щит. Нет, ну, если бы сейчас на лайте все провалились, это было бы, конечно, тупо. Ничего себе! Я думал, в голове просто попаду в круг. Но чтобы туда, я поражен сам. Так, ну, объективно, ребят, здесь как бы все изи просто. У Максуда даже нет ни вмятинок, ни царапушек, ничего нету. Все идеально. Четко. У Рома же здесь было, слушай, ну, два слоя, наверное, пробило. Не больше. Что, переходим к моему щиту? Так, ну, я, в принципе, уверен в своем щиту. Надеюсь. Там вот этот верхний слой стола, он очень непрочный. Очень непрочный. Если сейчас пробил, это все, это мяско будет. Поехали. Вау! Но звук хороший. Неплохо. Думай о том, куда хочешь попасть, не попадешь. А, да, это так работает? Да. Хочу попасть в ту же точку. В ту же точку, только чуть ниже и проверим. Блин, там что-то есть. И третье. Помощнее сейчас зарядим. По касательной, помощнее зарядим. Чтобы вообще ничего не было. Ну, все целое, в принципе. Здесь, здесь, ничего не помялось. Получается, все столы справились с первым испытанием. Переходим ко второму. Следующее орудие, это метательные ножи. Три ножа, по три ножа каждый кидает. Собственно, все понятно, все логично. Тут выяснился один момент интересный. У меня, оказывается, передняя часть стола, это не металл, это пластик. Здорово. Я думаю, вообще неоднозначно получается. Мне кажется, даже картон будет плотнее и жестче. Погоди, то есть ты изначально думал, что это металл, и поэтому металлические листы не поверх спала. Я думал, это алюминий. Рус сказал, что это сейчас, что это пластик. Здорово. Вау. Раз, два, три. Хорошо пошел. Мне нравится. Воткнулся ручкой, ничего страшного. Это со скоком было. Щадящий режим. Ой, блин, здорово, а. Спасибо, Андрюха. Я как бы нормально туда ткнул, но они не воткнулись. В принципе, ну окей, насквозь бы я точно не пробил, но хотя бы хоть какой-то урон я сделал. Здесь самое сложное в ножах, это выбрать правильную дистанцию. Скорее, дистанция неправильная была. Но ничего страшного. Да, Марьо? Так, у Макса очень много защиты там. Смотрите, Рома хитрее сделал. Он понял, что дистанция неправильная у меня отошел и дальше. Возможно, это хорошая дистанция получилась. А вот это, видали? Я что-то не понял, я что-то не понял, вот это вот броска. Ну там вообще ему посрать. Потому что это мой щит. Здесь все четко. Здесь, возможно, даже ошибка не Ромы, в том плане, что он как-то не так кинул, не так воткнулся. Здесь просто Максута взял очень плотную древесину, это фанера. Полтора сантиметра. Возможно, именно в фанеру ножи не воткнутся. Потому что не зря же используют эти вот бруски, которые срезанные. Вообще-то он должен встакаться, если, допустим, вот так сделать. Нет. Получается, что Максута сделал грамотно. Хорошая защита. Так, переходим к Андрюхиному щиту. Ну что, ты готов? Давай. Я отойдись. Там мятинка неплохая. Я вижу, блин, хорошо. Блин, попал прям вот в центр столов. Это не круто. Так, ну это вообще мимо. Это тоже мимо. Все, на воздух. Вот, мятинка. Но она прям небольшая. Так, ну здесь даже не стоит смотреть. И здесь... Даже не поцарапал, можно сказать. Чисто вот мятинку оставил. Надо что-то пожестче. Уже. Давайте перейдем к более жесткому орудию. Следующее орудие. Это хоккейные шайбы. Что вы понимали, профессиональный хоккеист может кинуть шайбу с такой силой, что она превысит скорость в 200 км в час. Это факт. Это очень жестко. Мы как-то кидали шайбами по машине. И погнули... Не то, что погнули. Мы прям нормально поменяли тачку. Прям очень жестко. Это было вот в этом ролике. Если вдруг кто-то не смотрел, обязательно посмотрите. Короче, три шайбы. Три броска. Здесь есть очевидное преимущество у одного человека. У тебя. Это наш хоккеист, наша гордость. Член НХЛ 2005. Но у меня тоже есть преимущество. Какое? Он не будет кидать мощь. Да, он будет кидать мощь. Это зашибись. Но у меня было преимущество в ножах. Короче, три шайбы, три броска. Давай. Готов? Раз. Два. Три. Отлично. Нормально выпишь. Так. Минус один. Но я не умею бросать. Что я сделаю? Вот так. Вот это четкое попадание. Пыл. Ну хотя бы раз. Один из трех. И непонятно. Вот сюда ты попал. Прям в край. Вот сюда? Вот сюда. А, я порвал. Я порвал. Видишь? Порвал? Да, скотч порвал. Вот здесь. Ладно. Неплохо. Ну, Машарик, разобрать его или что? Погнали. Ой-ой-ой. Давай. Есть. Хорош, хорош. Первый свалил его с ног. Второй лишит достоинства. За. А третье уничтожил? Да. Ну все, выходит. Не зашло. Ну, первый раз нехорошо попал. Понял. Не удалось. Из трех шайб есть только одно попадание. Оно было куда-то гугл. Больше чем уверен, что ему... Могу ошибаться, но попало, по-моему, куда-то вот сюда. Ну, просто... Он перевернулся еще. Я не знаю, куда попал. Ну, отметок нет никаких. Максута, давай! Ваш поток, сэр. Мне интересно. Че там, парень? Нормально попадание. Хорошо, брат. Первая хорошая была. Только ты попал в металлистку, что мне не повезло. Посмотрите, что он делает. Я три раза в одну точку попал. What the fuck? Он ее погнул. Да? Он ее погнул. Есть вмятины. Смотри. Вот здесь сбоку особенно хорошо видно. Там сзади тоже видно. Там трещин нету никаких, ничего? Да нет. К сожалению. Трещин нету, слава богу. Но удары были жесткие. Попал бы ты вот куда-то в другое место, было бы хорошо. Все-таки не зря вот эту штуку по центру сделал. Нормально. Она нормально засейвила его сейчас. Прям хорошо. Три из трех попал вот туда, куда не нужно. Следующее орудие это лук с двумя стрелами. Одна стрела очень опасная, боевая, жесткая. А вторая это больше ударная. Начнем с ударной, закончим опасной. По два выстрела. У вас есть преимущество, потому что я не умею стрелять с лука от слова вообще. Я умел кидать ножи, но вообще не попал. Давай, заряжай. Держись. Раз, два, три. Она ведь даже не острая. За счет того, что здесь есть такая штучка, она пробивает. Причем пробивает неплохо. Пожить. Вот так вот, прикинь, Макс, тут. Да, ты почти достал. Почти. Почти, почти. Ну ладно. Пожить, пожить, пожить. Ударную стрелу Ромин щит пережил. Посмотрим, что будет с боевой. Походу. Будет пробитель. Так, боевая стрела. Что? Ну, не впечатляет на самом деле. Я думал, во сколько. Давай, смотри, беремся. А, нормально, нормально. Вот так вот. Ну, нормально. За счет того, что картон очень вязкий, он сдержал стрелу. До руки не добрались. Пробитие есть, но по факту, до Ромы мы бы ни за что не достали. Посмотрим, на что способен щит Макса. Да, все. Ну, посмотрим, на что способен Рыжий Робин Гуд. Рома промазал, а это плюс Максу тебе просто огромный. Ты хорош. Спасибо. Ладно, надеюсь, этот будет получше. Ну, я что-то не понял, как это было. Я, по-моему, в железяку попал. Стрела нормас? Да. Как-то... А, вот, вот. А, ты... А, вот, вот, вот он ударил. Ты мне даришь к штуку. Максу-то не зря делаешь в штуке. Все-таки, да, они помогают. Я думал, они по приколу чистят здесь. Так, ну и посмотрим, на что способен мой щит. Так, я не умею обращаться с этим созданием. Ну, что ты делаешь? Белая должна быть снаружи. Почему? Потому что. Спасибо, пацаны. Чтоб я без глаз делал. Наверное, не стрелял по слухам. Это, я так понимаю, считается, да? Нет, почему? Терла есть. Она же не вылетела никуда, Макс. Она упала. Ясно. Поражение стены засчитано. Фу. Так, ну что ж, поехали. Будь это щит, попадание было бы что надо. Ну, а так, он пробил стены. Хорошо, что не в трубу хотя бы. Хороший стрелок у нас. Максу-то не попал и засадил мне щит. Хорошо, идем дальше. Следующее орудие, это вот такой вот копье. Когда мы снимали ролик про броню, эта штука нормально так поразила Рому, я помню. Прям пробила манекен конкретно. Затем намажила, да. Да, ну посмотрим, что будет сейчас. Готовы? Ну, его, естественно, нужно кидать по одному броску. Раз, два, три. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Рус, ты жив? А что с копьем? Я не могу просто, у меня нет слов вообще. Как это можно комить? Я, с одной стороны, раз, с другой не очень-то. Как теперь в Максу-то втыкает? В общем, что я могу сказать после первого броска копья? Во-первых, это опасно метать самодельное копье в открытом помещении, где есть много людей. Мы хотели продолжить испытание с этим копьем, но, как вы видите, оно слишком сильно погнулось и выпрямить у нас его не получилось. Поэтому я думаю, поскольку Андрюха не попал, будет справедливо просто его исключить из наших соревнований. Ну так получилось, что я сделал. Но мы знатно напугались, когда это произошло. Я обосрался, я больше скажу. Сейчас она полетела в обратку. Короче, предлагаю перейти к следующему. Это будет мачете. И здесь ее кидать уже не нужно будет. Нужно будет подойти и сделать два мощных удара. Это будет нормально. Нормальная тема. Хорошо. Все готовы? Да. Раз. Поглотил. Подожди, а на сколько он? Не все стоят прямо? Не все. Ну нет, не все. Вот, элберс. Нормально, живет. Я хочу вот так. Раз, два, три. Я не смог пробить. Ты даже до коробки не пробил. Я не пробил. Вот, четко. Смотрим. Ну то есть вот, я пробил чуть и все. Картон очень плотный. За счет этого не получается пробить. Он замедляет сильно удар. Проводник пять не прошел. Переходим к моему счету. Ну для начала я вмажу вот так. А где, где? Где отметка? А, ну вот. Ну ладно, у нас впервые так, что три предмета, которые были сделаны за разный бюджет, полностью одинаковые по прочности. Давай все, Ром. Сейчас мы урубить дрова. Раз, два, три. А вот это уже интересно. Ну неплохо. Ну Максуту бы он не достал бы. Нет, ну если бить сверху мячом... Если бы там была голова, достал бы. Так, ну давайте посмотрим, что Максута сделает с моим счетом. Готовы все? Да. Раз, два, три. Куда ты попал? Что ты сделал? Он ударил себя вот сюда. Не, 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 вот сюда я четко ударил. Нормально. Я хотел второй колючить делать. Сверху вообще смысла нет. Ну давайте я просто еще раз ударю так. Раз, два, три. Ну это такое себе. На сведуле. Нормально. С другой стороны, бить, посмотрим, что здесь. Опа, вот они, отметочки тут есть. Ну чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Да меня бы не достало. Переходим к следующему. Ну что, следующее, что мы возьмем, это кувалда. Пацаны голосовали оба за кувалду, я голосовал за кирку. Но давайте начнем с киркой. У нее убойная сила гораздо больше, чем с кувалдой. Рома легкий, сильный, чуть-чуть. Можешь стену упереть? Нет. А мы просто все щиты в стену уперем. А, убираем, да? А зачем? А зачем? В целом, типа, попасть. А когда человек держит защиту, отдает упор, отдает. Все, вот ввести, нужно убирать ему стену. Окей, готовы? Раз, два, три. Нифига себе! Господи! Что? Кувалду он выдержал? Да! Я был уверен, что он выдержал кувалду. Он что? Оно вмялось? И выпрыгнуло. За счет воздуха, мне кажется, есть какая-то вот эта вот компрессия там. Якинь просто. Так, давайте, кто следующий, ладно? Почему картон такой прочный материал? Что? Почему? И как? Раз, два, три. Я вмазал, как мог. И попал в диск. В диск. Умно ты сделал, конечно, в металлический диск бить. Но удар был сильный. Давай, маршрут, держи. Давай. Давай. Спасибо! Есть урон. Хороший удар, папаша. Ну, урон как бы есть, но по факту. Руку бы тебе нормально отдало. Но если бы я держал, ты бы ударил, допустим, вот сюда, и там была бы моя рука, скорее всего было бы жестко. Но так, я не знаю. Ну да, но это жестко, объективно, это нормально. Ну, пока что, знаете, у меня даже какое-то странное чувство, потому что у нас впервые получилось что-то нормальное. Три человека сделано нормально. Не как у нас обычно там домик на дереве, какая-то шляпа там непонятная получше и прям офигенно. Не как вот, допустим, мы делали шалаши, да, что-то такое плохое, получше и вообще что-то офигенное. А здесь прям все три, они прям реально офигенные. И выглядят хорошо, и выглядят хорошо, и функционал все выполняют. Переходим к харбу. Кирка. Так, ну что, ребят, вот эта штука, она очень жесткая. Пацаны, помните, когда мы снимали непробляемую краску, мы красили дверь, и эта штука единственная, что смогла промить. Если сейчас выдержат наши щиты, ну, о чем-то она говорит вообще, в принципе. Давай. Поскольку удары были у меня, по одному, либо на... Один. Один, пожалуйста. А что это один? Может быть, один пристрелочный, второй уже прям наверняк? Давай. Да нет. Два. Да нет. Ого, нормально. Готовы? Дураки, блин. Раз, два, три. Хорошо. Так. Пристрелялись. И добиваем. Вот так вот. Вот так вот? Вот так вот. Ну, давай. Он же пробьет. Раз. И оно не пробилось. Ну, это из-за того, что коробки толстые, типа. Но они должны были смяться, чувак, они должны были смяться. Вот этот слой, он замедляет, а вот этот слой, он просто не дает дальше дойти. Здесь внутри еще воздух, это как-то грамотный щит, получается. Внутри воздух, скотчем все заклеено, воздух не так резко выходит, как, допустим, если была бы коробка открытая. Нормально, нормально. По факту эта штука может вас защитить, реально. Это просто шок у меня, у меня нет слов. Держи. Держу. Испытай вот этого приятеля крутого. Есть почему-то у меня чувство, что есть шанс, что он пробьет. Три. На сквозь, на сквозь. Нет. Не на сквозь? Ну, не вылезла. А, ну, вот. Не, чувак. Ты бы почувствовал по руке. Чувак, по руке бы мне нормально дало. Так, ну, окей, окей, окей. Как ты? Не, тащите. Мазываю? Давай. Вот, блин. Да, есть, есть. Я, короче, это, немного в шоке. Ну, сто процентов ты бы почувствовал. Сто процентов удар бы мне пришел прям в руку. Возможно, сломало бы руку даже. Скорее всего. Почему коробки спасли, а вот это не спасло? Потому что... Мы их даже уперли в стенку. То есть человек бы держал бы. Ему все равно не прилетело бы в руке. Он бы обосрался явно. Мы, конечно, еще те раки по ударной технике. Как бы кто-то и копье не может метнуть с 5 метров. Как кто-то стрелой не может попасть. Ну... Что, переходим к Андрюхиному счету? Раз. Я боюсь рядом стоять. Два. Три. Своя! Неужели защитила? О, нет, дружок. Оно было здесь насквозь. Оно бы прилетело прям в руку. Так, подожди. Как такое? Что за приколы? Отломалось. Отломалось. Так, ну, руку повредили бы мне. Хорошо, давай еще ударчик. Это был первый прострелочный, как говорится. Второй. Первый коронный, второй похоронный. Я бью два раза. Все готовы? Давай. Два. Три. Салам алейкум. На, сквозь. Причем достаточно хорошо. Если бы удар пришелся вот сюда, и здесь была бы моя рука, руку, скорее всего, тоже бы... Но я не знаю, сломала бы, не сломала бы, но повредила бы. Но удар был бы сильный. Я бы ощутил... А, ну, считай, вся же сила сюда прилетела бы, да. Короче, ребят, я не знаю, как это расценивать, потому что объективно щиты получились хорошие. Но, блин, из картона самый лучший вариант щита. Реально, ему ничего не пробило. Да, он единственный полностью прошел все наши... Раз здесь пластик, я уверен, в принципе, что стрела пробила. Если бы попал бы у этого человека. У Максута щит выглядит как самый надежный. По крайней мере, мне это кажется, потому что это прям такая уверенная штука. Но, но если вдруг у вашей битвы присутствует человек с киркой, лучше, думаю, против него с этим щитом не стоять. Убегайте. Был бы выбор сейчас с закрытыми глазами, я бы 100% выбрал эту штуку. Я тоже. Потому что страшно держать картон. Но картон держит. Картон непобедимый. Короче, ребят, напишите в комментариях, как вы думаете, кто сегодня выиграл. У кого самый лучший щит, у кого средний, у кого самый плохой. Прямо составьте такой рейтинг в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. Спасибо большое за просмотр. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok